11 марта 2011 года В западной части Тихого океана на расстоянии 70 километров от побережья Японии произошло одно из самых сильных землетрясений за всю историю человечества Уже через 10 минут волны цунами достигли берега Через час с небольшим был затоплен аэропорт города Сендай Волны высотой в 10 метров сметали автомобили и самолеты Накрывали и разрушали здания Официальное число погибших и пропавших без вести 25 тысяч человек Более 5 тысяч ранены Но хотя бедствие оказалось неожиданным Были ученые, которые предвидели удары стихии Валерий Глушков говорил за год до землетрясения Япония на сегодня уже арендует районы земного шара Куда они будут спасать свое население При случае вот таких катаклизмов, которые приближаются А Япония, кстати, сейчас, вот на сегодня Одна из стран, которая Ну вот-вот где-то грянет громаднейшее землетрясение Власти срочно провели эвакуацию Более полумиллиона людей были размещены во временных укрытиях В результате землетрясения на АЭС Фукусима-1 За считанные дни прогремело три взрыва К разрушениям добавилась опасность радиационного заражения Вот в Японии магнитуда была 9 и даже 9,1 Хотя по всем данным, вот я студентам объясняю Что больше чем 8,8 быть не должно быть Это было страшное землетрясение Но оно не сколько было опасно, как землетрясение Сколько возникшая потом волна цунами В обоих волна было 4 И первая волна была 14 метров А ведь там районы все, куда пошла волна Они очень низкие, как мы говорим, отмелый берег Само японское слово цунами Означает большая волна в мелком заливе Когда волна приближается к берегу И глубина достигает половины ее длины Волна начинает расти Однако на этот раз Стихийное бедствие не ограничилось Только землетрясением и цунами Был сдвинут с места огромный пласт суши Причем вот по данным, которые появились сейчас Значит там блок Размером примерно 600 километров И шириной 100 Максимум 150 Сдвинулся в сторону океана На 10-15 метров То есть это что-то небывавое вообще Причем этот блок, он приурочен Континентальному склону островной дуги Ученым уже давно известны Причины землетрясений в Японии Тихоокеанская базальтовая плита Погружается под островную дугу Что приводит к сильному трению Поэтому в верхней части Океанической плиты Возникают огромные напряжения Которые в критический момент Резко разряжаются Когда же превышается предел прочности пород То происходит землетрясение Однако на этот раз Все получилось иначе А тут землетрясение Ну совсем по-другому как-то было Вот в этом вся проблема И глубина-то была очень маленькая Гипоцентр не больше чем в 30 километрах Глубина То есть это практически на поверхность И вот это землетрясение Оно произвело такое опустошение Благодаря четырем волнам цунами Но это не то, что они обрушиваются Они смели все, что было на низком берегу А потом волна уходит И утаскивает все за собой Что было разрушено А вот в Фукусима Там была защитная стена Но волна перехлестнула через нее И вот в этом опасность вся Может ли в будущем повторится Такое же необычное стихийное бедствие Не вызовет ли оно новые И еще более сильные колебания суши Такие сильные, что произойдет Сдвиг континентов Наблюдая, как океан безжалостно сметает целые города Легко поверить, что конец света совсем близко К тому же есть подходящая дата 23 декабря 2012 года Она взята из календаря древних майя Который, как утверждают, обрывается на этом числе Ссылки на пророчества майя Кажутся убедительными Пока не выясняется, что вместо древнего календаря Этого народа Нам обычно показывают священный камень ацтеков Нет ни одного археологического памятника Где было синтезировано знание майя В области календарного дела И астрономии и так далее То, что мы показываем все время по телевизору И то, что мы используем под названием календаря майя Это всего лишь камень солнца цеков Который использовался в основном По предположению археологов Для жертвоприношения Либо для каких-то культовых обрядов То есть прямого предназначения Как календарь он не носил Откуда же возникла эта дата? Майя и ацтеки просто рассчитывали Различные по длительности периоды Но оказывается Многие поворотные моменты в их расчетах Уже давно прошли И нельзя точно сказать Есть ли среди них и 2012 год Который на самом деле Мог отмечать лишь конец определенного цикла времени Само начало этого цикла По мнению разных американистов Было разное То есть одни специалисты, допустим, считали Что этот цикл начался на 260 лет раньше Чем считают другие специалисты То есть если брать эту гипотезу за основу То цикл закончился уже 260 лет назад У майя не было понятия конца света У них было понятие Как заканчивается та или иная эпоха У них было 4 эпохи описаны у майя У ацеков вообще-то были только сами рисунки То есть нет рукописного такого текста Где бы описывалось Что вообще, в принципе, возможен конец света А так вот у них была система календарная Связана с тем Что каждые 54 года И каждые, фактически, там, получается 108 лет А это конец предыдущего исторического периода Это назывался День нового огня Они гасили все огни в храмах, в домах И устраивали церемонию в полной темноте Рядом с Тиносчетланом, со столицей на холме Убивали пленника И на его теле разжигали лучинами огонь И потом факелами разносили опять по всей долине Мехико И вся долина озарялась огнями И, соответственно, они радовались Потому что еще 52 года конца света не будет Это ацтеки У майя этого не было По представлениям древних народов Все катаклизмы происходят потому Что наша планета Сама является живым организмом Сознательно реагирующим на действия человечества Земля — это живой организм Земля Отслеживает поведение человека Ощущает и все, что мы делаем неправильно Она как, ну не скажу, что добрая мать Ну как мать, шлепками, а иногда и подзатыльниками Предупреждает людей Если вы не будете поступать таким образом дальше То будет все хорошо Если вы будете поступать таким образом дальше То могут быть катастрофы глобальные В 2010 году Международная команда ученых из Европы, Японии и США Провела анализ состава кернов из ледников Гренландии Палеоклиматологи выяснили, как менялся климат От последнего ледникового периода до нашего времени И пришли к выводу Что в северном полушарии были два периода потепления Первый начался 14700 лет назад Когда всего за 50 лет температура на планете подскочила сразу на 6 градусов А затем в течение нескольких тысяч лет вновь опускалась Второй период потепления начался около 9700 года до нашей эры То есть 11700 лет назад Оказалось, что в каждом из этих двух периодов На реорганизацию воздушных потоков потребовалось всего пара лет Ученые пришли к заключению, что каждый раз климатические перемены Происходили драматично и стремительно Как будто кто-то просто нажимал кнопку Если человечество не поймет, что оно живет не само по себе на Земле А оно часть этого огромного организма, этой единой матрицы То оно будет просто стерто с лица Земли Сам тот факт, что климат на планете может так быстро меняться Заставил многих специалистов задуматься о природе нынешнего глобального потепления Климатические изменения уже не раз меняли жизнь целых народов и цивилизаций Но пока трудно дать окончательный ответ на вопрос В чем главная причина сегодняшних изменений климата И как далеко зайдет этот процесс Еще в таких древнейших индийских текстах Как Вишну Пурана, например Там было предсказано все, что мы сейчас с чем столкнулись Что богатство станет единственным мерилом Ценности Что на изверившиеся народы будет неспослано проклятие неведомых болезней И мы сейчас имеем СПИД Что на Земле будут происходить все более набирающую силу катаклизмы Стихийные бедствия Даже если согласиться, что мы, земляне, сильно провинились То все равно непонятно, какое наказание нас ждет Одни специалисты предрекают глобальное потепление А другие чуть ли не новый ледниковый период Но как может быть то и другое одновременно? В середине 20 века Одно из самых оригинальных объяснений причины нашествия ледников Предложил профессор Чарльз Хепгут из США Он сумел заинтересовать самого Альберта Эйнштейна Который написал предисловие к книге Хепгута Изданной в 1953 году Первое же сообщение, полученное мной от господина Хепгута Буквально наэлектризовало меня Его идея оригинальна, очень проста И если подтвердиться, будет иметь огромное значение Для всего связанного с историей поверхности Земли Хепгут предложил новый взгляд на причины появления ледниковых эпох в истории Земли Он писал Единственный ледниковый период, имеющий адекватные объяснения Это нынешнее оледенение в Антарктике Оно идеально объясняется Совершенно очевидно, что оно существует просто потому Что Антарктида находится на полюсе И больше ни почему Этот факт не зависит ни от вариаций поступления солнечного тепла Ни от галактической пыли Ни от вулканизма, ни от токов, протекающих под корой И никак не связан с подъемом суши или океанскими течениями Отсюда напрашивается вывод, что наилучшая теория, объясняющая ледниковый период Это та, которая говорит Потому что в этом месте был полюс Таким образом, легко объяснить наличие в прошлом оледенения в Индии и Африке Хотя в наше время эти места находятся в тропиках Иными словами, ледниковые периоды бывают в тех местах К которым перемещаются полюса Хепгуд, как и Эйнштейн, считал, что этот механизм мог запускаться Из-за накопления льда на полюсах Такое уже не раз бывало в прошлом По мнению исследователей, последний раз передвижение полюсов Произошло в 12-м тысячелетии до нашей эры Величина сдвига составила около 3000 километров Именно из-за этого многие места с умеренным и теплым климатом Оказались в холодных зонах В то время, как в других районах пошел обратный процесс И ледники стали отступать Это означает, что потепление и похолодание на планете Происходили одновременно Что во многом напоминает и сегодняшнее изменение климата А также прогнозы на будущее Независимо от того, верно ли Чарльз Хепгуд объяснил механизм явления Или же это происходит иначе Если смещение полюсов случалось раньше То оно может произойти снова Часть ученых считает, что следующая инверсия магнитных полюсов Земли Произойдет около 2030 года А за ними, как и в прошлом Могут последовать и географические полюса Однако, даже если их прогнозы исполнятся Нужно как-то объяснить, почему климат меняется уже не первый год Наши данные, которые делали это на знаменитом Керме На станции Восток Где вот недавно объявили, что наконец Там подальдом на глубине 4000 метров озера есть Наконец проникли в это озеро Вот я был, кстати, на этой скважине Еще в 70-м году И керны эти Наши ученые Кстати, академик Патлико Вместе с французскими учеными Изучали по этим кернам Видно, как менялась температура А как изменялась эта температура Там есть действительно максимум и минимум Но они отстаивают друг от друга На сотни тысяч лет Но довольно регулярно В марте 2012 года Тихоокеанское островное государство Керебати Стало первым, которое объявило о возможности Своего полного исчезновения Из-за потепления, климата и подъема уровня Мирового океана А дальше Если потепление Согласно прогнозами До 5, скажем, градусов Это может внести к массу Таяния ледника И вот тогда появится серьезная опасность То есть приходится работать На очень больших материал Экологические, например, расходности Экологические особенности При выплывшении температур Очень существенны В некоторых местах Особенно в южных Как говорят, в затерянных местах Где влияние других Экологических систем мало Там наблюдается Вымирание отдельных Ну, довольно простых Организмов До 20-30% За счет того потепления Которое сейчас есть Ну, это не значит Что такое же Вымирание Сейчас придет И наступит По всему земному жару Но за этим надо очень серьезно наблюдать То есть я хочу Я не хочу упрощать вопрос Я хочу как раз сказать Что весь этот вопрос Очень серьезный И на нем надо Семь на работу Согласно выводам Сделанным на основе докладов Экспертных комиссий ООН по климату В новом столетии Основной угрозой И вызовом Всему человечеству Будут не терроризм Или ядерные амбиции Стран изгоев Как считали раньше А изменение климата планеты Именно этот фактор Станет главной причиной Международной нестабильности И приведет к исчезновению С лица земли Целых государств Но механизмы возникновения Каких-то событий Неприятных событий Они увеличиваются В случае изменения климата Либо в ту, либо в иную сторону В данном случае идет потепление Да, может быть Во время весны и лета Увеличение воды Поступающей прорыв Различных дамб Воднение возможно Можно ожидать и прогнозировать Тяжелые последствия Допустим побережья Вьетнам Нидерланды Побережья Америки Прибрежные города Все те, которые перечисляются Столицы Начиная с Берлин Париж Санкт-Петербург Наша северная столица Сан-Франциско Рио-де-Жанейро И так далее И тому подобное Из 20 крупнейших Мегаполисов мира 14 находятся на побережье Им всем грозит затопление Уже стали появляться Карты На которых показаны Большие изменения Привычных береговых линий Все города На карте мира Которые сейчас В общем-то считаются Благоприятными И находятся В благоприятных условиях И я подчеркиваю Что в связи с этим Будет изменяться Карта Географическая Политическая И климатическая Если Человечество Будет Так легкомысленно И придет Не подготовившись К глобальной Природной Катастрофе То Жителям Приморских Городов В том числе Мегаполисов Можно только Посочувствовать Вполне вероятно Что все они погибнут Это нужно говорить Прямо Чтобы люди Представляли И Постарались Подготовиться По данным ученых Из Норвежского Полярного института Летом 2010 года Ледяная шапка В Арктике Таяла рекордными Темпами Многолетние Льды Которые В конце 20 века Занимали 28 процентов Площади Северного Полюса Сейчас Уменьшились Более чем В 4 раза И занимают Всего лишь 6 процентов Что будет Когда Растают Шапки Антарктида Шапки Антарктида И Арктики Растает Гренландия Гренландский Чит Весь Растает Весь Вот сейчас В высоту 300-400 метров Если он Весь Растает Уровень Океана Может подняться Примерно На 7 метров Это Катастрофически Пока Одни страны Делают Прогнозы И строят Планы Другие Решили Не ждать Грядущего Потопа В Китае Где Самые Промышленно Развитые Районы Находятся Вблизи Побережья Уже Построено Около 60 Новых И пока Еще Пустых Городов Которые Могут Принять До 200 Миллионов Человек Сегодня В них Почти Никто Не живет Поэтому Журналисты Назвали Их Городами Призраками Однако При необходимости Китай Может провести Многомиллионную Внутреннюю Эвакуацию Практически За считанные Дни Может быть И другим Странам Уже пора Последовать Этому Примеру Необходимо Уже И давно Очень внимательно Присматриваться К странам Востока В первую очередь Это Индия Китай Южная Корея Япония И У них Есть чему Поучиться Действительно Льды Северно-Ледовитый Океан Сокращается У меня Есть Такие Космические Снимки Я их Демонстрирую Студентам Где Площадь льда Уменьшилась Конечно Ну Если Мы будем Измерять Площадь льда Где-нибудь В сентябре Ну Когда Максимальное Тайно Мы видим Что оно Сокращается Мощность Льда Уменьшается Если Раньше Она была Там 4-5 метров То Сейчас 2 Поскольку И тяжелый Самолет Уже Проблема Садится Понимаете Надо Выбирать Я не знаю Садятся ли Сейчас Такие Самолеты Как Ил-7-6 Но Точно Причем Было Изучено Что Лед Тает Снизу Понимаете Не то Что он Сверх А вот Именно Снизу Он становится Рыхлым Отваливаются Куски В январе 2007 года ООН Опубликовала Прогноз Согласно Которому До конца 21 века Средняя Температура На планете Может вырасти Почти на 6 градусов В результате Земной Климат Изменится Так Что Сотни Миллионов Людей Станут Беженцами И это Может Случиться Уже В ближайшие Десятилетия И даже Годы Причем Значительная Часть Вынужденных Переселенцев Может Оказаться Из развитых Европейских Стран Неоткуда Без добра И по существу Таяние Полярных Льдов Северного Полюса Вызвало Наступление Тайги На тундру И Животные Это Очень сильно Почувствовали Они стали Заселять Ареалы Активно Которые Раньше Были им Недоступны Фламинго Появились Уже В Западной Сибири Появились Звери Которые Были распространены Южнее Они постепенно Следуя за Пищевыми ресурсами Следуют Все севернее Ну и по существу Человек Начинает Следовать за ними Значит Нет худа в том Что Какая-то часть Территорий Исчезнет Жалко только Что они Промышленно Развитые Но тут Возникает Самый важный Вопрос Связанный С будущими Изменениями Если Действительно Часть Стран Будет затоплена Наступающим Океаном То куда Направится Население Где Люди Могут Найти Спасение И тут Два варианта Первый вариант Либо нам Заранее Договариваться И обустраиваться Вот на этих Возвышенностях Они громадные Но вместят ли Наш земной шар Первый вопрос И второй вопрос Либо след Довиде Константина Эдуардовича Целковского Готовиться К перемещению На какую-то Другую планету Это не фантастика На самом деле Для спасения Человечества Затопление Прибрежных Территорий Не станет Концом света Но может Привести К большим Жертвам Можно ли Избежать Их Это Зависит От масштабов Надвигающейся Катастрофы Если Океан Захватит Целые Страны То число Беженцев Будет Огромным В перспективе 100 миллионов А когда Начнутся Процессы Повышения Температуры Окружающей Среды На 2 На 3 Градуса И повышение Уровня воды Скажем На 2 метра Это уже Будет Массовые Потоки И тоже К этому Необходимо Готовиться Во всемирном Масштабе То есть Это должно Быть Координировано Прогнозируемо Удастся ли Международному Сообществу Предотвратить Серьезные Конфликты Связанные С подготовкой К новому Всемирному Потопу Может быть Распространение Мифов О скором Конце Света Призвано Подхлестнуть Этот процесс И привести К тому Что политическая Карта мира Начнет Меняться Раньше Географической Не исключаю Что в общем-то Где-то В недрах Решается И геополитическая Задача В общем-то По Переселению В перспективе Народов В том числе Может быть И европейских Так На площади Которые Заведомо Не будут Потоплены Ближайшие Там допустим 100-200-300 лет Неужели Оказались Правы Те Кто считал Что катаклизмы Могут уничтожить Нашу цивилизацию В конце цикла По календарю Майя Но Как выясняется Майя Вовсе не думали О скором конце света Который Провозглашается От их имени То есть Дутая сенсация Как и проблема 2000-го года Сделанная Из-за Финансовых Целей А также Возможно Геополитических Что было Такое Пугало Для Многих народов Но Этот вопрос Не имеет Под собой Никакого Реального Обоснования Тем более Связанного С календарной Системой Древних Майя Да У них Существовал Определенный Цикл 5125 лет Плюс Несколько Месяцев Который Можно было бы Назвать Неделей Богов И этот Цикл Через каждые 5125 лет Повторялся Но Майя Не считали Что окончание Цикла Должно Сопровождаться Гибели мира Таких Данных Нет У древних Майя Было Два вида Календаря Один Календарь Так называемого Длинного Счета Он существовал С 3 по 10 Век Нашей эры После 10 Века Он не существовал Так вот Все Как говорится Спекуляции И игры Вокруг Конца Света Апокалипсиса Они связаны С календарем Длинного Счета В чем Там суть Что в какие-то Незапамятные Времена Видимо Это было Сотворение Мира Майя Придумали Позднее Уже Гораздо Что есть Начальная Дата Нулевая Откуда Их календарь Начинает Так сказать Двигаться Как у нас Скажем Рождение Христа Мы ведем Так же Были в древности Другие Всяческие События В других Календарях Так вот У них Эта дата Относится Если На языке Майя 4 Ахав 8 Кумху Это 3114 год До нашей эры То есть В это время Майя Как таковых Мы еще не знаем Это какие-то Древние археологические Культуры Ранние земледельцы Майя Строили Не только Пирамиды Но и Обсерватории Загадки Их культуры И удивительные Познания В астрономии Трудно Объяснить Лишь с позиций Наших знаний Об их истории Без современных Компьютеров Они могли Вычислить Положение Любой звезды В небе Миллионы Лет Назад Ученые Вообще Не могут Сказать Зачем Сельскохозяйственному Народу Такие расчеты Которые Нужны Лишь В нашу Эпоху Освоения Космоса И таким Образом Вот у них Один день Это кин Значит Месяц Это веналь 20 дней Тун Это год Это 18 месяцев Катун Это 20 лет И Бактун Самое большое 400 лет Вот сколько От этой Начальной Даты Прошло Бактунов Там Катунов И прочее В днях То есть Понимаете Какая точность Календаря Не то что Там Такой-то Год До нашей эры Как мы Говорим Или нашей эры А у них Вот такая Точность До дня И вот И вот этот Не имел Никакого отношения Но И правда Еще Тоже Не только В этом Они Были Циклистами Майя Не употребляли Колеса Не изобрели Гончарного Круга Не были Знакомы С железом Но зато Им были Точно Известны Периоды Обращения Небесных Тел И когда У них Заканчивался Один Большой Цикл То Сразу Начинался Другой Нам Хватает Всяких Там Природных Катастроф Техногенных И прочее И соответственно Не нужно Майя Приписывать То Чего Они Никогда Не говорили Они Никогда Не говорили О Конце Света У них Были Стихийные Бедствия Они Это Отмечали В своих Легендах Преданиях Но Если Ученые Раньше Считали Что Глобальное Потепление Вызвано Деятельностью Человека То Теперь Они Пришли К выводу Что Оно Происходит Из-за Природных Процессов Одним Из Первых Это Выяснил Космонавт Исследователь Дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко Ну Исследования Тонкой Структуры Слоистой Атмосферы Потому Что До меня Считалось Что В атмосфере Два-три Слоя Там Хевисайда Серебристые Облака А Наблюдая За Мерцаниями Звезд При заходе За горизонт Наблюдая За Искажениями Диска Солнца При заходе За горизонт За атмосферу Я понял Что Можно решать Обратную Задачу По искажению Диска По Степени Мерцания Определить Свойства Атмосферы Космические Исследования Проведенные На орбите Показали Что Атмосфера Нашей планеты Оказалась Вовсе Не трехслойной Как раньше Считали Она вся Была Испещрена Слоями И это Практически Меняло Значение Всех Происходящих В ней Процессов Сейчас уже Меньше Говорят Что Парниковые Газы Проникают На высоту Серебристых Облаков На высоту Озонного Слоя И разрушают Озонный Слой Над Антарктидой Сквозь Разрушенный Слой Жесткое Утрафиолетовое Излучение Солнца Так вот Я еще Тогда Это был 78 Год Сказал Что Нет Не проникают Эти газы Туда Не разрушают Слой Что Озонный Слой То утолщается То исчезает Это природное Явление Оно было До человека Во время человека И будет После человека Чтобы возобладала Такая точка зрения Понадобилось Не менее 30 лет На рубеже веков Большинство Стран мира Одна за другой Присоединились К Киотскому Протоколу Тем самым Признав Что промышленные Выбросы газов В атмосферу Представляют собой Серьезную угрозу Для земного климата Недавно Начался Обратный процесс В конце 2011 Года Канада Официально Объявила О своем Выходе Из международного Соглашения По парниковым Газам Канадцы Решили Что бороться С ними Бессмысленно И очень Дорого Поэтому Киотский Протокол Научно Не обоснован Он конечно В какой-то степени Работает Но он будет Работать Очень долго И Стоит Гигантских Денег Сейчас Считается Что например Даже Такую Температуру Как 2-3 градуса К концу Столетия Приостановить Потребуется 30-50 А некоторые Называют Даже 100 Триллионов Долларов Это цифры Которые Сравнимы Со всеми Самыми Сложными Неприятностями На земле И голод И военные Угрозы И так далее И так далее А есть Другой Способ Академик Ран Юрий Израиль Является Одним из Ведущих Мировых Экспертов По изменению Климата Вместо Уменьшения Выбросов Углекислого Газа Он предлагает Рассеивать В стратосфере Сульфатные Аэрозоли По мнению Ученого Это более Эффективный Способ Борьбы С глобальным Потеплением Климотский Потаков К сожалению Не может Вот привести К такому Эффекту Резкому Изменению Температуры Он может Очень Очень Медленно Изменять Температуру В полагании Поэтому он Фактически Не дает Результаты Вот уже Столько лет Прошло Группа Климатологов Под руководством Юрия Израиля В 2008 Году Провела Эксперимент В России На небольшом Участке Площадью Около 30 Квадратных Километров Как и Рассчитывали Исследователи Воздействие Аэрозолей Оказалось Вполне Результативным Приборы Расположенные На земле Зафиксировали Уменьшение Солнечного Излучения Теперь Уже пора Проводить Такой Эксперимент На международном И мы Этот метод Эта инициатива Российской стороны Доложили И они Рекомендовали И спробовать И провести конференцию И вот Эта конференция Недавно Проходила И после Нашего сообщения Работы В этом направлении Резко Увеличились Но Пока Это все Только В основном Теоретические Работы Мы Мы Начали Некоторые Практические Работы Пока На Малой Высоте Без Какой Либо Опасности Для Окружающих Автором Теории Глобального Потепления Считается Выдающийся Советский Ученый Академик Михаил Иванович Будыка Который Первым Заговорил Об этом Явлении Еще в 70-х Годах 20-го Века Будык Предсказал Изменения Крепута Крепута И он Ему Принвижит Идея Вот эти Мелкие Частицы Бросать В Тропа Паузу Для того Чтобы Защищаться От Солнечного Излучения Мы уже Следовали Не только Теоретически Но и Практически Начали Эти опыты Если Добиться Такой Концентрации Вот эти Частицы Это возможно На высоте Тропауза То Скажем Уменьшая Ну скажем Поток Солнечного Излучения На 1% Мы уменьшаем Температуру Земли на 1 градус А стоит Этот Метод На 2 порядка По крайней мере На 2 порядка В 100 раз Меньше Чем Теоретически Я например Считаю Что нужно Провести Международный Эксперимент То есть Собраться Сделать Определенное Определенное Соглашение Между Странами Международной Организацией И После этого Провести Международный Эксперимент А уже После этого Если это будет Позитивно Использовать Это на практике К пророчествам Нередко Наводнение Части суши Уйдут под воду Но все это Связано С 2015 Некоторые Предсказания Аиды Теркера Петян Касаются Крупных Политических Изменений Она Предвидит Появление Нового Союза Государств Во главе Которого Будет Россия Аида Говорит Что это Событие Произойдет В близком Будущем Новый Союз Народов Будет Оформлен В 2015 Году Те Нации Которые Входили В Советский Союз Снова Восстановят Единое Государство Под другим Именем Но это Будут Не все 15 Республик Этот Воссозданный Союз Будет Очень Мощным И влиятельным К нему Присоединится И Армения И те Массы Людей Которые Будут Под угрозой Как бы Там Возможного Крушения Урова Мирового Океана Бежать С прибрежных Районов Они Недут Себе Убежище Место На наших Безграничных Территориях Климат в Сибири Станет гораздо теплее И места там хватит И слава Богу Потому что По сути дела Это огромная Ледяная пустыня Которая Де-факто Увеличивает Нашу страну Но там никто не живет И Я думаю Что вот именно Эта Задача И великая миссия России Стать вот таким Новым Новым Копчегом Который Соберет Разные народы Под свое крыло И даст им возможность Не только развиваться Но и Создавать Необычное Новое Государство Или цивилизацию Поэтому Когда случится То тут никакого разделения Не будет Будут спасать По-человечески И мы знаем Много случаев Когда В общем-то Люди Даже будучи По разные стороны Баррикад Друг другу Оказывали помощь При Различных ситуациях Я знаю Из Опыта Наших геологов Когда на узкой тропинке Встречается Медведь И геолог Им не уйти Ни влево Ни вправо Обрыв Они друг друга Обходят И проходят Они спасают Друг друга Вы представляете Я бы никогда Не поверил Если бы это мне Сам лично Не рассказал Геолог Который В этой ситуации Побывал Если людям В опасной ситуации Удается найти Взаимопонимание С дикими зверями То можно Надеяться Что им удастся Договориться И друг с другом Когда жители Прибрежных районов Будут вынуждены Переселяться Вглубь страны В нашей истории Уже бывали Похожие ситуации Во время Великой Отечественной войны Численность Переселяемого Из прифронтовой Зоны населения Нередко В несколько раз Превосходило число Жителей Принимающих районов В глубоком тылу Я в Ташкенте был Ну я был В начале войны Мне 11 лет было В конце 15 лет Значит Да В Ташкент Прибыло Примерно Перед войной Там было Порядка 300 тысяч человек А эвакуировалось Почти полтора миллиона То есть огромные потоки И все это действительно Не только люди Конечно Предприятия И обычные И оборонные Предприятия Заводы Многие Строились Очень быстро Во-первых Всех эвакуировок Разместили Все Нормально жили Все по существу Открывались Работу А ведь Работу Миллиона Человек Это Сейчас Сколько у нас Безработных Вот Вот Дать Вот Мы жили У нас там Дом довольно большой Мы приняли Большую семью Они Еще Из Рейнграда Они почти Всю войну После войны Мы встречались Так что У всех соседей Люди Увернули Итак Конец света Отменяется А вместо Него Надо готовиться К новому Потопу Но если Завтра Мы все Начнем Строить Ковчеги Или Перебираться На возвышенности Не окажется Ли это Очередным Мифом Вроде Промышленных Выбросов Радикально Меняющих Земной Климат Или Календаря Древних Майя Якобы Предсказавшего Планетарную Катастрофу В декабре 2012 Года Девушки отдыхают Экологические Особенности При Уплошении Температур Очень Существенно В некоторых Местах Особенно Южных Как Говорят Затерянных Местах Где Влияния Других Экологических Систем Мало Там Наблюдается Вымирание Отдельных Довольно Простых Организмов До 20-30% За счет Того потепления Которое Сейчас Ну это не значит Что такое же Вымирание Сейчас Придет И наступит По всему Земному Жару Но за этим Надо очень Серьезно Наблюдать То есть Я не хочу Упрощать вопрос Я хочу Как раз Сказать Что Есть этот вопрос Очень серьезный И на нем Надо Серьезно Работать Согласно Выводам Сделанным На основе Докладов Экспертных Комиссий ООН По климату В новом Столетии Основной Угрозой И вызовом Всему человечеству Будут Не терроризм Или ядерные Амбиции Стран-изгоев Как считали Раньше А изменение Климата Планеты Именно Этот Фактор Станет Главной Причиной Международной Нестабильности И приведет К исчезновению С лица Земли Целых Государств Но Экханизмы Возникновения Каких-то Событий Неприятных Событий Они Увеличиваются В случае Изменения Климата Либо В ту Либо Иную Сторону В данном Случе Идет Потепление Да Может Быть Во время Весны Лето Увеличение Воды Уступающий Прорыв В различных Дамб Воднение Возможно Можно ожидать И прогнозировать Тяжелые Последствия Допустим Побережья Вьетнам Нидерланды Побережья Америки Прибрежные Города Все Те которые Перечисляются Столицы Начиная Берлин Париж Санкт-Петербург Наша Северная Столица Сан-Франциско Рио-де-Жанейро И так далее И тому подобное Из 20 Крупнейших Мегаполисов Мира 14 Находятся На побережье Им Всем Грозит Затопление Уже Стали Появляться Карты На которых Показаны Большие Изменения Привычных Береговых Линей Все города На карте Мира Которые Сейчас В общем-то Считаются Благоприятными И находятся В благоприятных Условиях И я подчеркиваю Что в связи с этим Будет изменяться Карта Географическая Политическая И климатическая Если Человечество Будет Так Легкомысленное Двиг континентов Наблюдая Как океан Безжалостно Сметает Целые Города Легко Поверить Что Конец Света Совсем Близко К тому же Есть Подходящая Дата 23 Декабря 2012 Года Она Взята Из Календаря Древних Майя Который Как утверждают Обрывается На этом Числе Ссылки На пророчества Майя Кажутся Убедительными Пока не выясняется Что вместо Древнего Календаря Этого Народа Нам обычно Показывают Священный Камень Ацтеков Нет Ни одного Археологического Памятника Где было Систематизировано Знание Майя В области Календарного Календарного Дела И астрономии И так далее То что мы Показываем Все время По телевизору И то что мы Используем Под названием Календаря Майя Это всего лишь Камень Солнца Цеков Который Использовался В основном По предположению Археологов Для жертвоприношения Либо для каких-то Культовых обрядов То есть Прямого Предназначения Цикла Это дата Майя И ацтеки Просто рассчитывали Различные По длительности Периоды Но оказывается Многие Поворотные моменты В их расчетах Уже давно Прошли И нельзя Точно сказать Есть ли Среди них И 2012 Год Который На самом деле Мог отмечать Лишь конец Определенного Цикла Времени Само Начало Этого Цикла По Мнению Разных Американистов Значит Было Разное То есть Одни специалисты Допустим Считали Что Этот цикл Начался На 260 лет Раньше Чем Считают Другие Специалисты То есть Если брать Эту гипотезу За основу То Цикл Закончился Уже 260 лет Назад У Майя Не было Понятия Конца Света У них Было Понятие Как заканчивается Сталина Эпоха У них Было Четыре Эпохи Описаны У Майя У ацеков Вообще Это были Только Сами рисунки То есть Нет рукописного Такого Текста Где бы Описывалось Что Вообще В принципе Возможен Конец Света Так У них Была Система Календарная Связана С тем Что Каждые 54 года И каждые Фактически Там Получается 108 лет А это Конец Предыдущего Исторического Периода Это Назывался День Нового Огня Они Гасили Все Огни В храмах Домах И устраивали Церемонию В полной Темноте Рядом С Тиносчетланом Со столицей На холме Убивали Пленника И на его теле Разжигали Лучинами Огонь И потом Факелами Разносили Опять По всей Долине Мехико И Вся Долина Озарялась Огнями И соответственно Они Радовались Потому что Еще В Японии Магнитуда Была 9 И даже 9.1 Хотя По всем Данам Вот я студентам Объясняю Что больше Чем 8.8 Быть Не должно Быть Это было Страшное Землетрясение Но оно Нисколько Было опасно Как землетрясение Сколько возникшая Потом волна Цунами Волна Было 4 И первая Волна Была 14 Метров А ведь Там Районы Все Куда пошла Волна Они очень Низкие Как мы Говорим Отмелый Берег Само Японское Слово Цунами Означает Большая Волна В мелком Заливе Когда Волна Приближается К берегу И глубина Достигает Половины Ее длины Волна Начинает Расти Однако На этот раз Стихийное Бедствие Не ограничилось Только землетрясением И цунами Был Был Сдвинут С места Огромный Пласт Суши Причем Вот по данным Которые Появились Сейчас Значит Там Блок Размером Примерно 600 Километров И шириной 100 Максимум 150 Сдвинулся В сторону Океана На 10 15 метров То есть Это что-то Небывавое Вообще Причем Этот блок Он приурочен Континентальному Склону Островной Дуги Ученым Уже давно Известны Причины Землетрясений В Японии Тихоокеанская Базальтовая Плита Погружается Под островную Дугу Что приводит К сильному Трению Поэтому В верхней части Океанической Плиты Возникают Огромные Напряжения Которые В критический Момент Резко Разряжаются Когда же Превышается Предел Прочности Пород То происходит Землетрясение Однако На этот раз Все получилось Иначе А тут Землетрясение Ну совсем По-другому Как-то было Вот в этом Вся проблема И глубина То была Очень маленькая Гипоцентр Не больше Чем в 30 Километрах Глубина То есть Практически На поверхность И вот Это землетрясение Оно Произвело Такое Опустошение Благодаря Четырех Волн Цунами Но это Не то Что они Обрушиваются Они Смели Все Что было На низком Берегу А потом Волна Уходит И утаскивает Все за собой Что было Разрушено А вот Фукусима Там была Защитная Стена Но Волна Перехлестнула Через нее И вот В этом Опасность Все Может ли В будущем Повториться Такое же Необычное Стихийное Бедствие Не вызовет Ли оно Новые И еще Более Сильные Колебания Суши Такие Сильные Что Произойдет Сдвиг Континента Канада Официально Объявила О своем Выходе Из Международного Соглашения По парниковым Газом Канадцы Решили Что бороться С ними Бессмысленно И очень Дорого Поэтому Киотский Протокол Научно Не обоснован Он Конечно В какой-то Степени Работает Но он Будет Работать Очень Долго И Стоит Гигантских Денег Сейчас Считается Что Например Даже Такую Температуру Как 2-3 Градуса К концу Столетия Приостановить Потребуется 30-50 А некоторые называют Даже 100 Триллионов Долларов Это цифры Которые сравнимы Со всеми Самыми Сложными Неприятностями На земле И голод И военные Угрозы И так далее И так далее А есть Другой способ Академик Ран Юрий Израиль Является Одним из Ведущих Мировых Экспертов По изменению Климата Вместо Уменьшения Выбросов Углекислого Газа Он предлагает Рассеивать В стратосфере Сульфатные Аэрозоли По мнению Ученого Это более Эффективный Способ Борьбы С глобальным Потеплением Климатский Потаков К сожалению Не может Вот привести К такому Эффекту Резкому Изменению Температуры Он может Очень Очень Медленно Изменять Температуру В холодании Поэтому он Фактически Не дает Результаты Вот уже Столько лет Прошло Группа Климатологов Под руководством Юрия Израиля В 2008 Году Провела Эксперимент В России На небольшом Участке Площадью Около 30 Квадратных Километров Как и Рассчитывали Исследователи Воздействие Аэрозолей Оказалось Вполне Результативным Приборы Расположенные На земле Зафиксировали Уменьшение Солнечного Излучения Теперь Уже пора Проводить Такой Эксперимент На международном Уровне Мы кстати Докладывали Об этом Еще в 2008 Году Собранию Президентов Академии Которые Собирались В Токио 13 Президентов Крупных Академий Перед Встречей Большой Восьмерки Там же В Токио После Президентов Собралась И мы Этот метод Это Инициатива Российской Стороны Доложили И они Рекомендовали И спробовать И провести Конференцию И вот Эта конференция Недавно Проходила На наших Безграничных Территориях Климат В Сибири Станет Гораздо Теплее И места Там Хватит И слава Богу Потому что По сути дела Это огромная Ледяная Пустыня Которая Де-факто Увеличивает Нашу Страну Но там Никто не Живет И Я думаю Что вот Именно Эта Задача И великая Миссия России Стать Вот таким Новым Копчегом Который Соберет Разные Народы Под свое И даст им Возможность Не только Развиваться Но и Создавать Необычное Новое Государство Или цивилизацию Поэтому Когда случится То тут Никакого разделения Не будет Будут спасать По-человечески И мы знаем Много случаев Когда В общем-то Люди Даже будучи По разные стороны Баррикад Друг другу Оказывали помощь При Различных Ситуациях Я знаю Из Опыта Наших Геологов Когда На узкой Тропинке Встречается Медведь И геолог Им не уйти Ни влево Ни вправо Обрыв Они друг друга Обходят И проходят Они спасают Друг друга Вы представляете Я бы никогда Не поверил Если бы это Мне сам Лично Не рассказал Геолог Который В этой ситуации Побывал Если Людям В опасной Ситуации Удается Найти Взаимопонимание С дикими Зверями То можно Надеяться Что им Удастся Договориться И друг с Другом Когда Жители Прибрежных Районов Будут Вынуждены Переселяться Вглубь Страны В нашей Истории Уже Бывали Похожие Ситуации Во время Великой Отечественной Войны Численность Переселяемого Из Прифронтовой Зоны Населения Нередко В несколько Раз Превосходило Число Жителей Принимающих Районов В глубоком Тылу Я В Ташкенте Был Я был В начале Войны Мне 11 Лет Было В конце 15 Лет Значит Да В Ташкент Прибыло Примерно Перед Войной Там было Порядка 300 тысяч Человек А Эвакуировалось Почти Полтора Миллиона Все Огромные Потоки И все Это Действительно Не только Люди Конечно Предприятия И обычные И оборонные Предприятия Заводы Многие Строились Очень быстро Во-первых Всех Эвакуировано Разместили Все Нормально Жили Все По существу Как-то Работа А не Работа Миллиона Человек Сейчас Сколько У нас Безработного Вот Дать Коту И Ну вот Мы жили У нас Там Дом Довольно Большой Мы Приняли Большую Семью Они Еще Из Рейнграда Они Почти Всего Нет Нет Вот Сейчас Говорят Стихийные Бедствия Изменения Климата Повышение Температуры Таинья Ледников И так далее Все это Проявится В последующие После 2012 Годы Увеличатся Наводнения Частью суши Уйдут Под воду Но все это Связано С 2015 Годом Некоторые Предсказания Аиды Теркарапетян Касаются Крупных Политических Изменений Она Предвидит Появление Нового Союза Государств Во главе Которого Будет Россия Аида Говорит Что это Событие Произойдет В близком Будущем Новый Союз Народов Будет Оформлен В 2015 Году Те Нации Которые Входили В Советский Союз Снова Восстановят Единое Государство Под другим Именем Но это Будут Не все 15 Республик Этот Воссозданный Союз Будет Очень Мощным И влиятельным К нему Присоединится И Армения И те Массы Людей Которые Будут Под угрозой Как бы Там Возможного Крушения Урова Мирового Океана Бежать С прибрежных Районов Они Недут Себе Убежище Место На наших Безграничных Территориях Климат В Сибири Станет Гораздо Теплее И места Там Хватит И слава Богу Потому что По сути дела Это Огромная Ледяная Пустыня Которая Де-факто Увеличивает Нашу Страну Но там Никто Не живет И Я думаю Что Именно Эта Задача И Великая Миссия России Стать Таким Новым Копчегом Который Соберет Разные Народы Под свое Крыло И Даст им Возможность Не только Развиваться Но и Создавать Необычное Новое Государство Или Цивилизацию Поэтому Когда Случится То тут Никого Разделения Не будет Будут Спасать По-человечески И мы знаем Много Случаев Когда В общем-то Люди Даже Будучи По разные Стороны Баррикад Друг Другу Оказывали Помощь При Различных Ситуациях Я знаю Из Опыта Наших Геологов Когда На узкой Тропинке Встречается Медведь И геолог Им не уйти Ни влево Ни вправо Обрыв Они друг Друга Обходят И проходят Они спасают Друг друга Вы представляете Я бы никогда Не поверил Если бы это мне Сам лично Не рассказал Геолог Который В этой ситуации Побывал Если людям В опасной ситуации Удается найти Взаимопонимание С дикими зверями То можно надеяться Что им удастся Договориться И друг с другом Когда жители Прибрежных районов Будут вынуждены Переселяться Вглубь страны В нашей истории Уже бывали Похожие ситуации Во время Великой Отечественной войны Это огромная Ледяная пустыня Которая Де-факто Увеличивает Нашу страну Но там никто не живет И Я думаю Что вот Именно эта Задача И великая миссия России Стать вот таким Новым Новым Копчегом Который Соберет Разные народы Под свое крыло И даст им Возможность Не только развиваться Но и Создавать Необычное Новое Государство Или цивилизацию Поэтому Когда случится То тут Никого разделения Не будет Будут спасать По-человечески И мы знаем Много случаев Когда В общем-то Люди Даже будучи По разные стороны Баррикад Друг другу Оказывали помощь При Различных ситуациях Я знаю Из Опыта Наших геологов Когда на узкой Тропинке Встречается Медведь И геолог Им не уйти Ни влево Ни вправо Они друг друга Обходят И проходят Они спасают Друг друга Вы представляете Я бы никогда Не поверил Если бы это мне Сам лично Не рассказал Геолог Который В этой ситуации Побывал Если людям В опасной ситуации Удается найти Взаимопонимание С дикими зверями То можно надеяться Что им удастся Договориться И друг с другом Когда жители Прибрежных районов Будут вынуждены Переселяться Вглубь страны В нашей истории Уже бывали Похожие ситуации Во время Великой Отечественной войны Численность Переселяемого Из прифронтовой Зоны населения Нередко В несколько раз Превосходило Число жителей Принимающих районов В глубоком тылу Я в Ташкенте был Ну я был В начале войны Мне 11 лет было В конце 15 лет Значит Да В Ташкент Прибыло Примерно Перед войной Там было Порядка 300 тысяч человек А эвакуировалось Почти полтора миллиона Все огромные потоки И все это действительно Не только люди Конечно Предприятия И обычные И оборонные Предприятия Заводы Многие Строились Очень быстро Во-первых Всех эвакуировок Разместили Все Нормально жили Все по существу Как-то вот Радость Работа А ведь Работу Миллиона Человек Это Сейчас Сколько у нас Безработных Вот Дать Вот И Ну вот Мы жили у нас Там дом Довольно большой Мы приняли Большую семью Они Еще Из Рейнграда Они почти Всю войну После войны Мы встречались Так что У всех соседей Люди У Европейских Так На Площади Которые Заведомо Не будут Потоплены Ближайшие Там допустим 100 200 300 лет Неужели Оказались правы Те Кто считал Что катаклизмы Могут уничтожить Нашу цивилизацию В конце цикла По календарю Майя Но Как выясняется Майя Вовсе не думали О скором конце света Который Провозглашается От их имени То есть Дутая сенсация Как и проблема 2000 года Сделанная Из-за Финансовых Целей А также Возможно Геополитических Что было Такое Пугало Для Многих Народов Но Этот вопрос Не имеет Под собой Никакого Реального Обоснования Тем более Связанного С календарной Системой Древних Майя Да У них Существовал Определенный Цикл 5125 лет Плюс Несколько Месяцев Который Можно было Назвать Неделей Богов И этот Цикл Через Каждые 5125 лет Повторялся Но Майя Не считали Что окончание Цикла Должно Сопровождаться Гибелью Мира Таких Данных Нет У древних Майя Было Два Вида Календаря Один Календарь Так называемого Длинного Счета Он Существовал С 3 по 10 век Нашей Эры После 10 века Он не Существовал Так вот Все Спекуляции И игры Вокруг Конца Света Апокалипсиса Они Связаны С календарем Длинного Счета В чем Там суть Что в какие-то Незапамятные Времена Видимо Это было Сотворение Мира Майя Придумали Позднее Уже Гораздо Что есть Начальная Дата Нулевая Откуда Их Календарь Начинает Так сказать Двигаться Как у нас Скажем Рождение Христа Мы ведем Так же Были в древности Другие Всяческие События В других Календарях Так вот У них Эта дата Если На языке Майя Четыре Ахав Восемь Кумху Это 3114 Год До нашей Эры То есть В это время Майя Как таковых Мы еще Не знаем Это какие-то Древние Археологические Культуры Ранние Земледельцы Майя Строили Не только Пирамиды Но и Обсерватории Загадки Их Культуры И удивительные Познания В астрономии Трудно Объяснить Лишь с позиций Наших Знаний Об их Истории Без Современных Компьютеров Они могли Вычислить Положение Любой Звезды В небе Миллионы Лет Назад Ученые Вообще Не могут Сказать Зачем Сельскохозяйственному Народу Такие Расчеты Которые Нужны Лишь В нашу Эпоху Освоения Космоса Ядерные Амбиции Стран Изгоев Как считали Раньше А изменение Климата Планеты Именно Этот Фактор Станет Главной Причиной Международной Нестабильности И приведет К исчезновению С лица Земли Целых Государств Но Экханизмы Возникновения Каких-то Событий Неприятных Событий Они Увеличиваются В случае Изменения Климата Либо В ту Либо Иную Сторону В данном Случа Идет Потепление Да Может Быть Во время Весны Лета Увеличение Воды Уступающей Прорыв Возличных Дамб Воднение Возможно Можно ожидать И прогнозировать Тяжелые Последствия Допустим Побережья Вьетнам Нидерланды Побережья Америки Прибрежные Города Все Те которые Перечисляются Столицы Начиная Берлин Париж Санкт-Петербург Наша Северная Столица Сан-Франциско Рио-де-Жанеро И так далее И тому подобное Из 20 крупнейших Мегаполисов мира 14 находятся На побережье Им всем Грозит затопление Уже стали Появляться Карты На которых Показаны Большие Изменения Привычных Береговых Линей Все города На карте Мира Которые Сейчас В общем-то Считаются Благоприятными И находятся В благоприятных Условиях И я подчеркиваю Что в связи с этим Будет изменяться Карта Географическая Политическая И климатическая Если Человечество Будет Так Легкомысленное И Придет Не подготовившись К глобальной Природной Катастрофе То Жителям Приморских Городов В том числе Мегаполисов Можно только Посочувствовать Вполне вероятно Что все они погибнут Это нужно говорить Прямо Чтобы люди Представляли И Постарались Подготовиться По данным Ученых Из Норвежского Полярного Института Летом 2010 Года Ледяная Шапка В Арктике Таяла Рекордными Темпами Многолетние Льды Которые В конце 20 века Занимали 28% Площади Северного Полюса Сейчас Уменьшились Более Чем В 4 раза И Занимают Всего лишь 6% Что будет Когда Растают Шапки Антарктида Шапки Антарктида И Арктики Растает Гренландия Гренландский Щит Весь Растает А Дальше Если Потепление Согласить С прогнозом Типа До 5 Скажем Градус Это может Внестить Массу Таяния Ледника И вот Тогда Появится Серьезная Опасность Приходится Работать На очень Больший Материал Экологические Например Особенности Экологические Особенности При Выплошении Температуры Очень Существа В некоторых Местах Особенно Южных Как Говорят Затерянных Местах Где Влияния Других Экологических Систем Мало Там Наблюдается Вымирание Отдели Довольно Простых Организмов До 20-30% За счет Того потепления Которое Сейчас Ну это не значит Что такое же Вымирание Сейчас Пойдет И наступит По всему земному Жару Но за этим Надо очень Серьезно Наблюдать То есть Я не хочу Упрощать вопрос Я хочу Как раз Сказать Что Весь этот вопрос Очень серьезный И на нем Надо Семья Наработать Согласно Выводам Сделанным На основе Докладов Экспертных Комиссий ООН По климату В новом Столетии Основной Угрозой И вызовом Всему человечеству Будут Не терроризм Или ядерные Амбиции Стран изгоев Как считали Раньше А изменение Климата Планеты Именно этот Фактор Станет главной Причиной Международной Нестабильности И приведет К исчезновению С лица земли Целых государств Но Экханизмы Возникновения Каких-то Событий Неприятных Событий Они Увеличиваются В случае Изменения Климата Либо В ту Либо В иную Сторон В данном Случае идет Потепление Да Может быть Во время Весны И лета Увеличение Воды Поступающей Прорыв Различных Дамб Воднение Возможно Можно ожидать И прогнозировать Тяжелые последствия Допустим Побережье Вьетнам Нидерланды Побережье Америки Прибрежные города Все Те Которые Перечисляются Столицы Начиная Берлин Париж Санкт-Петербург Наша Северная Столица Сан-Франциско Рио-де-Жанейро И так далее И тому подобное Из 20 Крупнейших Мегаполисов Мира 14 Находятся На побережье Им Всем Грозит Затопление Уже Стали Появляться Карты На которых Показаны Большие Изменения Привычных Береговых Линий Болезо Болезо Ужем Грозит Сан-Франциско Те Продолжение следует...